Он называет себя слишком высоким, слишком тяжелым для ледолазания. И все же он один из лучших альпинистов мира. На скользком пути Дмитрий Гребенников более 10 лет. Бронза спортсмена, на чемпионате Европы этапка Кубка мира по ледолазанию в Швейцарии это лучшее, что происходило с альпинистами Алтайского края и лучший результат в карьере самого Дмитрия. Все лезут на все деньги, это называется, изо всех сил. И тут уже сильно включается и фактор везения как таковой, и какой-то опыт. Результаты медали – это, конечно, здорово, говорит альпинист. Но хочется создать сообщество для тех, кому небезразличны новые вершины и передавать опыт. Весь этот сезон, вся подготовка, начиная с августа и по ноябрь, я тренировался практически в одиночестве при помощи двух девушек, которым тоже интересно ледолазание. Которые приходили меня по очереди страховать. Этот вид спорта в нашем регионе пока что представлен буквально единицами людей. Да, там на высоком уровне, но, скажем так, вглубь, но не вширь. Кстати, альпинист, когда-то покоривший Эльбрус и Белуху, тренируется по вечерам каждый понедельник, среду и пятницу. Прийти в парк изумрудный может любой, кто не боится высоты. Новичка даже обеспечат снаряжением. Ну а дальше все будет зависеть только от личных амбиций. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.